Сегодня в регионе распространял деятельность Клуб молодых промысловцев. В его составе 12 человек, это представители 8 боевых предприятий. На протяжении года они будут проходить научение, которое позволит в будущем стать эффективными руководителями. Дмитрий Котов с подробностями. Идея створения Клуба молодых промысловцев в первую очередь прогучала летать подчас диалоговой облацовки экономики и бизнеса. Инициатором выступил областный союз наймальников. Головная задача – выявить молодых лидеров, які в будущем смогли працовать на посаде керівника. Идею подтримав старшиня Гомельска Габал в Иконкаме Геннадь Соловей. И он означал, что створение Клуба молодых промысловцев посприяет развитию эффективной кадровой политики в регионе. За несколько месяцев была распространена программа научения. Выработающие подходы, идеи, определить направление деятельности, ту категорию лиц, с которыми мы будем работать совместно. Данный курс работы с этой категорией будет выставлен таким образом, что с ним будут работать психологи, будут работать управленцы, которые имеют значительный стаж работы в отрасли. У Клуб молодых промысловцев одобрали 12 человек. И они представляют 8 бойных промысловых предприємств Омельщины, керівники яких у составе областного союза наймальников. Программа научения различена на год. Подрыхтовка буде житявляться по разных накерунках – экономика, управление персоналом, развитие лидерских якостей. Занятки без отрыва от вытворчасти. По три години, один день на триты дни. Продуглежены як вошный, так и завошный формат научения. У каждого предприятия есть резерв кадров, есть перспективный резерв кадров. Да, есть программы, которые бы нацеливали и готовили бы резервистов, но все равно они узконаправлены. Здесь немножко более широкий подход. Здесь обучающая программа позволяет немножко шире подойти к вопросу подготовки кадров, нежели это осуществляют предприятия. По завершении научения, удельники клуба молодых промысловцев отримают сертификаты. Махчима не кожный за их зойми посаду керавника, однако отриманные веды безумовно будут корыстными. Мы сюда отправили нашего работника, который является сейчас уже начальником цеха, он молодой, но состоит в резерве на более высокую должность. И мы видим, что необходимо повышать квалификацию и не вариться в собственном цеху. Есть у нас достойные, конечно, руководители на предприятии, но мы считаем, что надо получать знания извне побольше. Ничего аналогичного на региональном узроне покуль не было. У Союзе наймальников сподяются, что вопыт окажется удалым и станет подставой для створения подобных объединений в других областях краины. Дмитрий Котов, Сергей Камков, Телерадио Компания, Гомель.